Каплю с последними новостями из Казахстана. Меня зовут Алексей Рыблов. Здравствуйте. Судебный беспредел прекратить, уголовные дела вернуть на доследование. Такое требование выдвигают столичные правозащитники, вернувшиеся на днях из Актау. Там, как известно, проходят несколько громких процессов по массовым беспорядкам в Жанаузене. Ходоки говорят, что стали свидетелями многочисленных нарушений прав подсудимых и воочию убедились в предвзятом и необъективном рассмотрении уголовных дел. Все суды прекратить, вернуть все на новое расследование и привлечь к ответственности истинно виновных лиц. Если власть это не намерена делать, значит власть сама прикрывает собственную ответственность и хочет сама уйти в ответственность. Тот факт, что процессы проходят не в Жанаузене, где произошли беспорядки, а в областном центре еще одно свидетельство нарушений прав подсудимых и не только. Их родственники практически каждую неделю вынуждены проезжать десятки километров, арендовывать квартиры и брать на работе отгулы. Власть считает, правозащитники в таких случаях обязаны была создать им условия. Участники пресс-конференции недоумевают, чем вообще было вызвано проведение нескольких процессов, когда их можно было объединить в один. Председатель Народного антикоррупционного комитета Мусыгалея Дуамбеков побывал на суде, где на скамье подсудимых пятеро полицейских. Последние там заявляют, что применили оружие в целях самообороны, дескать, после того, как участники беспорядков нанесли им телесные повреждения. Однако судья одним вопросом иллюстрируя архивное видео беспорядков ввел их в замешательство. Скажите, где, в каком отрывке, говорит, что на вас покушались и они молчали. Вот этот отрывок, мне кажется, вообще, это ответ вообще Жан-Арузинскому процессу, когда судья спрашивает у полицейских и они не могут ничего ответить. В Казахстане уже расстреливают за митинги и сажают профсоюзных и партийных лидеров. Так и заглавили пресс-конференцию в Москве российские общественники, побывавшие накануне в Казахстане. Правозащитники шокированы происходящим и еще раз призывают в СМИ и общественность не оставлять без внимания события в Жан-Арузине и в стране в целом. Декабрьские случаи расстрела рабочих первые на постсоветском пространстве, в результате которого были убиты и ранены, а следом последовали репрессивные меры к инакомыслящим. Судебные процессы над рабочими и действительное число пострадавших во время беспорядков вызывает массу вопросов у российских и международных правозащитников. Это уже не говоря о постоянных заявлениях, обвиняемых о пытках на допросах, которые власть просто игнорирует. Главным итогом визита россиян стало создание Международного комитета в защиту политических заключенных в Казахстане. Первые инициативы озвучил сегодня лидер общероссийского правозащитного движения за права человека Лев Пономарев. Комитет по правам человека, чтобы они снова рассматривали этот вопрос. Они один раз, Европарламент уже рассматривал эти события, довольно жесткую резолюцию принял, но она пока, мы не заметили, что она как-то влияла, значит, надо повторно это рассмотреть, тем более, что впереди процесс над Козловым и его коллегами, и надо добиваться, чтобы процесс был открытым. Кроме того, конечно, мы будем, уже было эти обращения международного министерства наверняка, да, по этим событиям, снова обратились в международную министерство, для того, чтобы тех людей, которые сейчас осудят, их признали узниками совести. И они, чтобы они обратили внимание на процесс над Козловым и его соратниками, может быть, направили на наблюдателя. Это то первые шаги, которые мы сейчас намеренно делаем в рамках этого международного комитета, но я думаю, что не последний. После пяти месяцев ареста заключенные со станции Щитпе, которых подозревали в организации массовых беспорядков, а также в поджоге и сопротивлении представителям власти, вернулись домой. Суд не смог доказать, что семеро из двенадцати подсудимых организовали беспорядки, признав их виновными только в участии в погромах и амнистировав в связи с двадцатилетием независимости Казахстана. Реакции людей и о том, с чего начинается новая жизнь уже бывших арестованных в материале Арестана Рестанова. Несколько жителей станции Щитпе, задержанных после декабрьских событий за участие и организацию массовых беспорядков. После пяти месяцев СИЗО вернулись домой. Два дня назад суд признал шестерых молодых парней виновными. Но тут же было принято решение об амнистии в честь двадцатилетия независимости. В день празднования чего и были расстреляны 17 человек в женаузении. ИВС из СИЗО, где Касым вынужден был провести несколько месяцев за якобы организацию массовых беспорядков возле железнодорожного вокзала, просто так из жизни не вытравишь. Сказываться на здоровье будет еще долго, говорит Касым. А отсюда, признается, ожидал самого худшего. Думал, посадят всех. Но, к счастью, тюремное заключение обошло Касыма. Его признали виновным и дали условно. Суд прошел. А у 35-летнего Касыма остается вопрос. В чем его вина? Я туда вообще не ходил и не имел даже никакого отношения. После 70 дней пришли ко мне в магазин и отсюда меня забрали. Якобы нашлись какие-то люди, которые говорили, что я был среди организаторов, но я уверен, даже если не нашли бы лжес свидетелей, то сделали бы их. Пытались перешить мне то, что было несовершенно мною. Говорили какие-то анонимы, якобы прислали мою фотографию в полицию. Однако ни во время следствия, ни во время суда никто меня так и не смог опознать. И тогда сразу выяснилось, что эти люди анонимы, подставные. Неудивительно, если завтра выяснится, что все это был заказ. Заказ или нет, теперь это тайна за семью печатями. А у простого жителя Касыма могут быть только предположения. Его мнение. Власти, поняв, что дело рассыпается на глазах, решили найти крайнего и выдать их за организаторов беспорядков, последовавших после акции протеста против расстрела земляков в Жанаузене. Крайним оказались он и Овезов, получив семь лет тюрьмы. Поскольку заключил Касым, они с Овезовым когда-то имели судимость. Это и стало основой для обвинения. Пока отца пятерых детей не было дома, торговля в его магазине не шла. Не так давно он открыл маленький бизнес, чтобы прокормить свою семью. Теперь главная задача для него – восстановить прибыль, наладить дела в хозяйстве. Адиева Асана Тасеповича оправдать в связи с недоказанностью его вины по части 3 статьи 241. Адиева Асана Тасеповича признать виновным по части 1 статьи 299 и приговорить к двум годам лишения свободы. Адиев освобожден от наказания в связи с амнистией в честь 20-летия независимости Казахстана. Амнистированный Асан Адиев тоже вернулся домой. 20-летнего парня полицейские задержали на работу. Асан говорит, что еще не до конца осознал того, что пришлось пережить. Да, сидел, правда не знаю за что. Теперь вот меня оправдали, никуда не пойду жаловаться. Все, больше мне нечего сказать. Раньше работал, теперь нет. За пять месяцев, пока сидел, уволили. Теперь безработный. Меня задержали тут, возле дома в 6.30 утра. Должен был пойти на работу, а меня схватили и уволокли полицейские. За меня некому было заступиться. Старенький дом, больные родители и маленькая сестренка. Это все, что имеет этот молодой человек. Из благ цивилизации в его доме только газ, а все остальное видно невооруженным глазом. Немногословно по характеру парень, смущаясь, говорит, что был неплохим спортсменом. Есть даже медали и грамоты, полученные за различные соревнования. Правда, но следователи прикрепили их к делу, забрали, сказав, что необходимо для облегчения вины. Волнуется, вернут ли их ему. После всего пережитого вернулся домой и синхоз Дуруспаев. Он тоже не понимает, за что был задержан. Говорит, не отрицал, что был на площади перед вокзалом. Поселок-то маленький, когда узнали, что люди собираются на Алане, пришли поддержать и выступить против расстрела людей в соседнем Жанаузене. Вот и все. Парня наказали за участие, дав условный срок. Следствие так и не смогло доказать причастность Ясенкоса к беспорядкам, хотя пытались жестко, рассказывает сам Ясенкос. Пройдя через круги ада, 25-летний парень остается сочувствующим человеком, как тогда, когда вышел против расстрела в Жанаузене, так и сейчас. Переживает за остальных, которые остались за решеткой. Пережили, можно сказать, настоящий кошмар. Били дубинками. Один раз я даже потерял сознание. После этого дней 10 не смог кушать. Все время задавал себе вопрос. Что происходит? За что посадили? Да, мы были на Алане. Вышли поддержать азенцев. Просили остановить кровопролитие. Два месяца нас пытали. Слава Аллаху, живы. Но беспокоят одно. Что будет с ребятами? Их ведь посадили совершенно незаконно. Если только за то, что наши лица попали в объективы видеокамер, то там таких сотни. Почему тогда нас отпустили? Вернувшись домой, Ясень с бывшимся камерником Нурлубеком Кулжабаевым, правда, его отпустили через два месяца, пришли к отцу Габидина Бахаджана, осужденного Актаусским судом на пять лет за организацию беспорядков. Молодые люди пришли разделить боль, семьи и рассказали Куэмбаю Ага, что его сын Габидин абсолютно ни в чем не виновен. Фактов не было. Суд так и не убедил, что противозаконного совершил Габидин. Теперь его судьба и по образованию, и по призванию музыканта, виртуозно играющего на дамбре, висит на волоске. А его отец просит журналистов донести его правду до общественности. Ни на одном видео нет моего сына, где он выступает с призывами. Никому не указывают принести бутылки, смеси или плакаты. Он не проводит собрания, никому не дает задания словами типа «принеси бензин» или «принеси оружие». Я просил у следователей, покажите мне хоть одно такое видео. Если вы меня убедите, доказав только таким образом виновность моего сына, тогда скажу «да, мой сын невоспитанный». Пускай сидит. Но нет же, ничего подобного. Как бы то ни было, приговор по уголовному делу о массовых беспорядках в Шитпе оставил много вопросов, чем ответов. Амнистированные, да и родственники осужденных так до конца не поняли, за что такое наказание. Потому попадаются на растерзание родственников осужденных те, кто в начале процесса тоже был задержан вместе с 12-ю и позже был отпущен на свободу. «Эти люди возмущены тем, что я будто бы по сотой статье давал ложные показания. Я говорю, пускай проверяют. Я ведь не один работаю. Я был на работе. Пускай проверяют по дате, по числу. Еще раз говорю, я не давал такие показания». Нурлубек Кулжабаев, пришедший к отцу Габидина, считает, что Коэмбаяга воспитал достойного сына своей земли. Он восхищен мужеством Габидина и уверяет, давать ложные показания, чтобы посадить другого, спасая свою жизнь, не в чести у жителей Магистау. Арыстан Арыстанов, Токмолда Кусаинов, Казахстан, Шитпе. Приговор по делу о массовых беспорядках на станции Шитпе оставил в двойственных чувствах самих жителей этого небольшого поселка. Они уверены, их односельчане, которых обвиняли в организации, участие в массовых беспорядках, погромах и поджогах невиновны. Более того, они утверждают, что 17 декабря на станции никто ничего не поджигал и ни один из магазинов разграблен не был. Люди уверены, массовые беспорядки устроили сами силовики, спровоцировав народ, стоящий возле вокзала с мирными требованиями – остановить кровопролитие в Жан-Узене и восстановить телефонную связь. Еще одно требование жителей Шитпе касалось отряда военных, в случае они просили властей вывезти войска из соседнего города. В итоге ни одно из требований выполнено не было, а полиция своей беспорядочной стрельбой допустила кровопролитие, говорят аксакалы. Представители общественной и социал-демократической партии по Мангостаусскому району Сигизбай-Анеш предположил, что если так дело пойдет и дальше, то народного гнева властям не миновать. По его словам, уважаемые аксакалы Аула, которые писали и пишут, пока еще безответные письма наверх, предлагают в самое ближайшее время провести митинги, где будут озвучены их очередные требования. В случае, если мы не получим санкции на проведение пикета, желание аксакалов высказаться он остановить не сможет. Эти джигиты должны были выйти на свободу. Эти ребята ведь не совершали ничего такого. Их обвиняли в том, что поезд остановили. Но ведь никто не думал, что это приведет к такому наказанию. Ведь не было такого, что в отношении кого-либо были совершены какие-то действия или кого-то словом зацепили. Стали обвинять в том, что кто-то сказал, что Айнаш сказала то и то. Это ведь нехорошо. Она о грусти народа говорила. Думаю, то, что они делают, ни к чему хорошему не приведет. Должны были заново провести расследование. Кто стрелял? Настрелявшими в людей суда не будет. Только лишь осудили одного начальника ИВС на пять лет. Пять лет для человека, который убивал людей – это мало. Он не один убивал. Рядом были помощники. Вот и их вместе и нужно заново судить. А если этого не сделать, то давление, запугивание будут продолжаться. Думали, что перед судом зададим вопросы. Немного подождем. А то, если будем просить митинги, разозлим людей наверху. Как бы хуже не сделать. Пусть будет суд. Завтра митинг попросим, скажем, что надо. Если не митинг, то пусть в клубе собрание разрешат провести. Известного режиссера Булата Табаева и руководителя молодежного клуба «Рух Пентель» Жмбулата Мамая 30 мая вызывают на допрос в Жарнаузен. Оба общественника проходят по делу о социальной розни. Но прибыть в Мангастаускую область у режиссера Табаева, например, нет возможности. Во-первых, у меня нет денег туда ехать. Во-вторых, если адвокат не поедет, я тоже не поеду. А у адвоката Тзандосовой Гульнары случилась беда. Она сейчас в Петропавловске. Я не буду знакомиться с делом. У меня нет дела до их уголовного дела. После приезда в Жарнаузен общественникам поменяют подписку о невыезде на арест, предполагает Жмбулат Мамай. По некоторым данным, на Запад уже были этапированы политик Владимир Козлов и общественник Серик Сапрагали. Они также в числе обвиняемых по 164-й статье. Всего по делу разжигания социальной розни проходят 18 человек. Суд над ними будет строиться на обвинительных заключениях в отношении 37 обвиняемых нефтяников Пактау, уверены общественники. Мы знаем и мы уверены, что на нас, у них по предстоящему уголовному делу, уголовному процессу судебному, нет никаких доказательств. И у них очень слабая доказательная база. И, скорее всего, они единственной платформой для осуждения по политической статье разжигания социальной розни, у них будет, скорее всего, обвинительный приговор по 37 нефтяникам. Объединить весь мир и отказаться от революции. Серьезные предложения делал сегодня в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На экономическом форуме лидер нации в очередной раз нелестно высказался о долларе, озвучил свой взгляд на глобальную экономику и даже выступил в роли мирового законописца, выдвинув пять основных правил, как следовало бы вести себя странам по отношению друг к другу. Замзагулев Драхманова конспектировала за елбасы. В главный зал пятого экономического форума участники начали стекаться за полтора часа до начала торжественного открытия. В политике бизнесмены всего около 5000 человек из 90 стран мира. Пока одни ищут свои места, другие усиленно изучают программу мероприятия. И вот у боковых дверей активизация охраны. В зал входит Нурсултан Назарбаев и его почетные гости. Президент Казахстана немного волнуется, видимо, хочет, чтобы все прошло идеально. И даже лично разгонять с дороги замешкавшихся операторов. Но вот путь к трибуне преодолен, гости рассажены и хозяин берет вступительное слово. Говорит президент долго и обстоятельно. Сложный вопрос модератора заседания Стивена Данбара Джонсона, заданный на английском, только подчеркивает отличную подготовленность спикера. Пока все подчиненные ни на секунду не снимают наушники с синхронным переводом, президент Казахстана отвечает сходу. Выводы, которые страна сделала после кризиса 2009-го, ясны и лаконичны. Сладкие, легкие кредиты являются ловушкой. И перестать надо жить в долг и на кредиты. Что мы и сейчас и делаем. По словам Назарбаева, вторая волна кризиса, которую уже пять лет пророчат эксперты, страну не захлестнет. Все эти годы поступления от нефтегазовых ресурсов откладывались в фонд национального благосостояния. Сейчас там 86 миллиардов. Поэтому подушка безопасности на черный день у Казахстана уже есть. В долги влезать не придется. Да и сейчас за должности страны абсолютно низки, уверяет президент. Депутаты парламента, присутствующие в зале, с главой государства согласны. А раз есть условия, пора переходить к новому сознанию. Жить бесконечно в долг, это неправильно. Надо уметь распределять свои средства экономно, в соответствии с доходами, которые человек получает. Этому надо учиться. Тем временем, покончив с разбором внутренней экономики, Назарбаев переходит на глобальную. Оттуда уже на геополитику. По мнению президента, мировое сообщество переживает один из самых сложных этапов. И спасать финансовые системы с помощью долларов все равно, что тушить пожар бензином. Пора, вновь напомнил президент, объединяться. И не в большие восьмерки или двадцатки, а в нечто большее. Например, G-Global. Только совместными усилиями можно остановить хаос и только посредством эволюции. Считаю, что человечество исчерпало лимит на революции и мировые войны еще в прошлом веке. Поэтому сегодня вся мудрость человечества состоит в том, чтобы сохранить наш мир. Иначе самоуничтожение. Революции в 21 веке возможны и допустимы только в сфере научных знаний и технологий. Но они губительны в политической практике и в социальной жизни. Страны должны доверять друг другу и быть транспарентными. То есть прозрачными. Однако какую прозрачность можно требовать у всего мира, когда внутри форума ее нет? Бывший вице-премьер страны по финансовым вопросам Урас Жандосов так и не смог подсчитать, в какую в итоге сумму обошлось мероприятие бюджету. Прямо, вот я говорю, должны быть расписаны все расходы. Аренда зала столько, гонорары столько, транспортные расходы столько, гостиницы столько, чтобы все мы видели, поскольку это деньги налогоплательщиков всех. Вот этого, к сожалению, нет. И вот мне кажется, это прямой вопрос к тем людям, которые являются организаторами. Завтра форум выйдет на финишную прямую. Завершит его диалог представителей казахстанского правительства с мировыми финансистами и технологами. Однако тон итоговых дебатов, похоже, задали сегодня. Замзагой Абдрахманова, Сакина Сенов из Астаны, Казахстан. Бизнесмены Усть-Каменогорска намерены отстоять право на бывшую муниципальную собственность. Предприниматели приобрели недвижимость во времена, когда главой региона был Виктор Харпунов. Но теперь их сделки признаны незаконными. Несколько административных зданий в центре города, большие земельные участки, военкоматы, бизнес-инкубатор перешли в управление частным лицам. Прокуратура только через 7 лет решила вернуть недвижимость в госсобственность. Предприниматель Даурен Малгаджаров приобрел в прошлом году здание бывшего военкомата за 200 тысяч долларов, взяв кредит в банке на 7 лет. И теперь, по решению трех судебных инстанций, ему придется выплачивать заем. Ни адвокаты, ни предприниматели пока не могут сказать, почему через 7 лет прокуратура вспомнила о сделках Харпунова. В январе этого года суд из Каменогорска вынес решение вернуть государству все объекты недвижимости, легализованные Эксакимом. То есть сделки с нынешними владельцами признать незаконными. При этом государство возмещать причиненный ущерб не намерено, поскольку сделки совершались теперь уже не бывшим чиновникам, а руководителям ОПГ Виктором Харпуновым. Поэтому и все претензии у пострадавших бизнесменов только к нему и участнику этой же якобы преступной группировки Ильясову. Однако интерес к делам Харпунова возник совсем недавно, когда сотрудники финансовой полиции Астаны и Алматы решили проверить все сделки с недвижимостью, проводимые Эксакимом и экс-министром ПЧС. Сам же Виктор Харпунов считает, что к этим процессам причастна старшая дочь президента и депутат Даригана Зарбаева, которая через свою ставницу в Восточном Казахстане занималась захватом земель. Глава нацкомпании Казатампром Владимир Школьник впервые прокомментировал скандал вокруг представительской яхты «Байтирек». В ряде СМИ активно муссировались слухи, что шеф атомной промышленности якобы строит для себя 50-метровый четырехпалубник. Но не на свои кровные, а на деньги компании. По словам школьника старшего, яхта была заказана Казатампромом в 2006 году для служебно-разъездных целей. Кататься на теплоходе смогут даже обычные люди, уверяет чиновник. На Бухтарму судно спустят уже в июле или августе этого года. Тогда же руководство нацкомпании озвучит окончательную стоимость проекта. По неофициальным данным, яхта обошлась Казатампрому в 55 миллионов долларов. Но эту сумму сам школьник называет преувеличенной. Между тем, за шесть лет «Байтирек» пережил настоящую Одиссею. Российский завод, который занимался проектом, обанкротился. Затем в яхте нашли брак и недоделки, после чего она долгое время простояла в Павлодаре. В конце концов, руководство Казатампрома, видимо, руководствуясь принципом «назад дороги нет», решило достроить чудо-корабль своими силами. Но для этого сначала построила специальный завод, который, естественно, тоже обошелся в кругленькую сумму. Все эти передвижения школьник не считает сомнительными. Говорит, всем сметы, все сметы по яхте «Байтирек» абсолютно прозрачны. В Павлодаре 84-летняя пенсионерка подала в суд на сотрудника одного из городских автопарков. Бабушка требует взыскать с перевозчиков почти 7 тысяч долларов за то, что 9 месяцев назад ее переехал маршрутный автобус. По мнению женщины, именно этот несчастный случай лишил ее физической возможности передвигаться самостоятельно. Я вообще ничего не делала. Дочка приходит, вот, в другой раз, это как я сейчас стала, вот, это около месяца маленько я стала так тихонько двигаться я по хате, вот. То сначала я табаретки двигалась, вот, около месяца так вот качать. А потом где-то у дедушки эта палочка была. Дедушка три года как умных. По словам пенсионерки, в августе прошлого года она вошла в салон маршрутного автобуса. Водитель начал движение, даже не закрыв двери. Бабушка, не удержавшись, выпала на улицу, ее нога попала под колесо. В суд сама старушка прийти не смогла, поэтому ее интересы представлял адвокат. Водитель, на которого пожаловалась, именно Сачкова свою вину признал. При этом заявил, что не сможет выплатить из текции моральный ущерб. Мол, эти траты должна покрыть предназначенная для таких случаев страховка. Что же до руководства, то у Павлодарский автокомбинат, которому пенсионерка также предъявила претензии, то они вообще начали открещиваться от наличия самого автобуса. Как сказал представитель перевозчиков в суде, эта машина вообще числится на балансе другого предприятия. Сегодня у здания одной из алматинских поликлиник прошла акция протеста более 10 членов объединения «Оставим народу жилье» с плакатами встали на защиту предпринимательницы. У нее отбирают арендуемую под столовую площадь. Новое руководство не хочет с ней сотрудничать и отвечать на претензии пикетчиков на камеру не желает. Здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Я комментирую. Это правда? Я ничего не забирала, документы все оформлены. Пять лет Кулиан Елеова арендует подвальное помещение под буфет. Договор оформлен с городским финансовым управлением, но недавно поменялся главврач. Их женщины стали предъявлять претензии. Она пыталась устранить указанные нарушения, но с ней все равно хотят расстаться. Матинка попросила поддержку у соратников из объединения «Оставим народу жилье». Разговора вначале не получилось. Любопытно, что на акции протеста присутствовали люди в штатском. Запретив вход в телеоператору, руководители с визитерами уединились в кабинете. И уже там Гульжан Тулебаева пояснила, что стало поводом для закрытия точки. Между тем, госорганы пока только уведомили о намерении разорвать контракт. Пункт питания на 1 марта не имел даже разрешения СЭС на работу. Второе. В столовой имеется газовый баллон. Что является просто... Вы пожарились за рецидентным нарушением. Газовый баллон нельзя использовать в учреждении государственном. Потому что это опасно. Это два. Третье. Состояние самой столовой. Грязь, замасленные клеенки. Я на кусочек хлеба свой зарабатываю здесь. Я даже не могу платить свой... Это не хватит на меня платить вот этот арендный ипотечный кредит у меня. Плюс просто на существование мне... Здесь ближе я живу, на существование только хватит. Глава врача этой поликлиники меня вот два месяца вынудила на такие поступки. Она не дает мне работать. У меня больше нет заработка. У меня семья большая. Четверо детей. В Алматы стартовала благотворительная акция «Твой донор». Жители города призывают сдавать кровь звезды казахстанской эстрады, Мисс Казахстан-2011 и футболисты. Тем желающим пожертвовать 100 граммов крови гарантируют и билеты на праздничный галоконцерт. Татьяна Ковалева с подробностями акции. Поцелуй первой красавицы страны за 100 граммов крови. В Алматы проходит акция «Твой донор». Мисс Казахстан-2011 Айнур Талеова помогает организаторам привлечь внимание к мероприятию. Девушка и сама бы с удовольствием сдала кровь, но не подходит по параметрам. Ей нет 18, да и весит она менее 50 необходимых килограммов. Сегодня целый день крови иду здесь, специально для доноров. Сфотографируюсь каждым седым человеком, который пожертвовал своей кровью ради больных. Привлечением первой красавицы дело не ограничилось. На ее месте уже побывали звезды казахстанской эстрады. Вскоре эстафету подхватят футболисты. За месяц здесь надеются собрать тысячу литров крови. Но для этого донорами должны стать 10 тысяч человек. Хотя и этого мало. Чтобы жизненных запасов было достаточно, на тысячу нуждающихся должно быть 50 доноров. А этого можно достичь только если благородный порыв обретет системный характер. Население немножечко боится приходить к нам сдавать. Ну и как бы надо показать людям, что это действительно безопасно сдавать кровь. Это полезно для здоровья. И самое главное, что человек, который приходит и сдает кому-то кровь, он возможно спас чью-то жизнь. Сдавать кровь действительно важно и безопасно, согласно Мариана Гурина. Но только не для тех, кому ее вливают. По словам общественницы, в центре крови нет технологий выявления гепатита С на начальной стадии. Болезнь проявляется от трех месяцев до двух лет. Так что донор и медики о том, что кровь не подходит, могут и не знать. Именно эту проблему вот уже два с половиной года фонд УЛАГАТЫ Женуя пытается донести до госорганов. А толчком послужил трагичный инцидент. Более ста детей были заражены гепатитом С. И как безуспешно пытаются доказать в суде их родители, именно на стадии переливания крови. Если оборудование, если вот эта ПЦР-диагностика, о которой они говорят, если это оборудование не может выявить в начальной стадии гепатит С, то тогда о чем мы говорим? Тогда дети получают определенную дозу, они заражаются. И тогда это ответ на все наши вопросы. Как же происходит массовое заражение больных детей? Сегодня в банк республиканского центра попало пять литров крови. Это в два раза выше ожидаемого радуются организаторы. Значит, первая красавица Казахстана не зря перецеловала полсотни человек. К слову, в прошлом году в ходе акции удалось собрать 397 литров крови. Татьяна Ковалева, Толгат Умербеков из Алматы, Казахстан. На сегодня пока все. Берегите себя.